Кинокомпания «Панканатоп» представляет фильм Анатолия Лестрового «Гран-Канария», «Мосполомос», «Тропический парадизм». Наш Боинг идет на посадку в Международном аэропорту «Гран-Канария» на одноименном острове, входящем в архипелад «Канарские острова». Аэропорт находится на востоке острова, на берегу Атлантического океана, в 20 километрах от города Лас-Пальмос де «Гран-Канария», который и является столицей острова. 40% жителей острова проживают в столице Лас-Пальмос де «Гран-Канария». А пока наш Боинг продолжает совершать посадку в аэропорту «Гран-Канария». Аэропорт входит в систему воздушных ворот Канарских островов и считается крупнейшим хабом Испании. Через него за год проходит около 12 миллионов пассажиров. Отсюда летают самолеты в Европу и Африку, а также по всему Испанскому королевству, включая материковую и островную части Испанского королевства. В аэропорту также располагается база ВВС Испании. До закрытия программы «Спейс-Шаттлер» аэропорт «Гран-Канария» являлся одной из площадок для возможной аварийной посадки шаттлов. Но наша цель не аэропорт, а Мас-Паломос – курортный город южной части острова с его пляжами, отелями и дюнами. Как курорт Мас-Паломос начал развиваться сравнительно недавно, в 1961 году государство выделило деньги на развитие туризма в этих краях и тендер выиграла французская компания, которая обустроила курорт. Сегодня он считается одним из самых развитых и оборудованных на всем Канарском архипелаге, основная публика – молодежь и семейные пары из северных европейских стран. Большинство гостиниц среднего ценового сегмента – 3-4 звезды и апартаменты. Сюрпризов не будет, все по-европейски предсказуемо. Как правило, в номере можно рассчитывать на кондиционер, телевидение, ванную комнату, сейф, мини-бар и фен. Во дворе гостиниц имеются шикарные бассейны с лежаками и барами. С ранней историей Канарских островов связано множество мифов и легенд. Многие из них гласят о том, что древними обитателями архипелага были жители затерянной Атлантиды. В других рассказывается о волшебных и загадочных счастливых островах. Этот блаженный рай описан в кельтской и древнегреческой мифологии. Ошибочно считать, что Канарские острова получили свое название от большого количества живущих там канареек. На самом деле, наоборот, именно птицы были названы в честь островов. А название Канарские восходит к латинскому слову «канис собака». Так назвали остров Римляне, когда столкнулись с его обитателями, обожествлявшими собак. И сегодня на гербе Канарских островов щит поддерживают именно собаки. Музыка 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 Для удовлетворения духовных потребностей здесь есть экуменический храм Сан-Сальвадор, церковь, где богослужения проходят на трех разных языках. Музыка Музыка Помолившись о вчерашних грехах, снова можно окунуться в мир развлечений и удовольствия. Сначала совершим вечерний променад по живописной набережной, которая проходит от пляжей Песчаных Дюн до курорта Плая Дель-Инглес. Вдоль него расположены многочисленные рестораны, кафе и магазины. Внизу океан и манящая даль за горизонтом. Музыка А это совершают вечерний променад и создатели этого фильма Анатолий Лестровы, больше узнаваемый как Пан Канаток и его супруга Людмила. Музыка Это песчаные дюны Мас-Паламаса. О них мы вам расскажем позже. Музыка И здесь мы покинем правую, от океана, зону променада и дойдем с вами аж до того дальнего мыса. Музыка 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 Обратили внимание на цвет песка этого пляжа, он темный. Это не потому, что пляж грязный, а потому, что и песок, и камни на нем вулканического происхождения, как и сами Канарские острова. Музыка 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 Надвигаются сумерки. Пора возвращаться поближе к отелю. Еще раз пройдемся уже по ночной набережной и ненадолго окунемся в ночную жизнь города. Музыка Ночная жизнь начинается поздно и продолжается до утра. Музыка Большинство баров, дискотек и клубов открыты обычно до 6 часов утра, а не магнит для посетителей со всего мира. Особенно много молодежи со стран Северной Европы. Музыка 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 Вот и наступило утро. Просыпается город, пальмы и бассейны в отеле. Музыка Но не для бассейнов мы пролетели тысячи миль. Нас манит и зовет Атлантический океан. Музыка Гран-Канарию Гран-Канарию часто называют материком в миниатюре. На острове можно встретить большинство пейзажей архипелага. На юге – пустыни. На западе – впечатляющие ущелья. В центральной части – сосновые боры. На севере – странные вулканические монолиты. На вершинах – зеленые склоны, черные вулканы. Одна из главных природных достопримечательностей Гран-Канарии – национальный заповедник Муз-Паломос. Песчаные дюны Муз-Паломоса – это туристический иден на юге острова, живописная пустыня, покрытая чистым морским песком. Дюны Муз-Паломоса выглядят почти живыми. Их рельеф нестабилен, очертания барханов постоянно меняются, песчаные холмы перемещаются под действием ветра. Кажется, что изменяется только этот желтый песок под глубокой синевой небо, а окружающее пространство и время стоят на месте. Еще одна из достопримечательностей острова, куда мы с вами направляемся – действующий моряк. Стройный и величественный, он стал символом города. Моряк был выстроен в 1861 году, но только через несколько десятилетий заработал по своему назначению и продолжает светить кораблям до сих пор. Строение просматривается с воды и суши, имеет два уровня – дом смотрителя и смотровая вышка. Высота сооружения – 60 метров. Ну и, конечно, нужно заглянуть в горы. А как же без них? Ведь они занимают более 80% территории острова. Горы Гран-Канарии вулканического происхождения. Высота их невелика по сравнению с другими островами Канарского архипелага, но они очень красивые, их пейзажи живописные и экзотичные. Самым высоким пиком является Далас-Мьелес чуть меньше 2000 метров. В горах еще сохранились нетронутыми огромные участки древних реликтовых лесов. На территории острова произрастают множество редких растений, которых уже давно нет в других уголках земли. Это и африканские лириадендроны, и оранжево-красные бегонии, и мексиканские кактусы, и множество других. Редактор субтитров А.Семкин Кроме того, на острове растут безумно вкусные и сладкие карликовые бананы. Они намного меньше африканских, но зато по калорийности один такой банан, как Большой Бифштекс. Канарские сосны играют огромное значение в флоре и фауне острова. Поскольку Канарские острова – это место, где крайне редко бывают дожди, проблема водоснабжения здесь всегда актуальна. На иголках Канарских сосен постоянно скапливается влага из облаков и постепенно капает вниз, подпитывая почву. И снова волны, пляж и солнце. Снова ветер и океан. Окунувшись в волны теплого океана, сбросив всю накопившуюся после длительных путешествий усталость, мы прощаемся с Канарами и вами на этом живописном берегу Атлантики и желаем вам во всем везения, веселья, счастья и красоты.